И вновь всем доброе утро! Как вы видите по моей экипировочке, сегодня у меня день отдыха, перед очередной тренировкой патриотами. И сегодня заглянем на площадку, ну, такого типа площадки я еще вам не показывал. Вот. Поэтому будет что-то интересное сегодня. И также сегодня первый день в продвинутой технике, последней продвинутой технике плеометрики. О нем я тоже немножко вам расскажу. Начнем. Начнем с площадочки, которую хочется вам сегодня показать. Вот такая вот она. Рынка где-то, она говорит. Турус-ту-тут. По типу, судя по всему, это такая советская площадочка. Хотя эти странные рукоходы в виде змейки раньше не делали. Это странно. Тут вот непонятные кольца. Вот эти рукоходы. Ничего не убирается, как обычно. Куча снега. Все очень маленьких размеров, как будто. Не понятно, то ли для детей, то ли не для детей. Но, в общем, все довольно низкое. Дальше идет секция турников. Шведская стенка скамья для пресса. И паровозик. Самое крутое. Что мне больше всего нравится, эти вот такие архаичные конструкции, в которых был какой-то смысл. На них очень прикольно трениться, потому что нужно включать свое воображение, чтобы придумать, какие упражнения можно на них сделать. Блин, прикольно, да, ведь сделано? Ну и все равно на этой площадке не буду тренироваться, потому что, как я уже сказал, сегодня день отдыха. Поэтому переходим к делу. Новая техника, плеометрика. В чем ее особенность? Особенность в том, что добавляется элемент элемент полета во все упражнения. То есть, если в нестабильности у вас все-таки сохранялась опора на одну руку или ногу, то в плеометрике вы отталкиваетесь двумя руками, двумя ногами и на какой-то момент остаетесь в воздухе. Это и в отжиманиях, то есть вы должны оттолкнуться так сильно, чтобы могли оторвать руки от земли. Это и в приседаниях, это и в выпадах. В выпадах это особенно тяжело. Вот. И это в подтягиваниях, естественно. И в подтягиваниях желательно подтягиваться все-таки стараться как можно выше, потому что если вы просто невысоко потянулись и там оторвали руки, это даст меньше эффекта, чем вы будете стараться вот как можно выше подтянуться. Что здесь нужно знать? Во-первых, если вдруг вы решили, как и я, заниматься на улице, то я, например, не буду делать выпады ни в коем случае, потому что вот поверхность, на которой вы делаете, вообще непонятно какая, да, и все эти ухабы, можно очень неслабо так подвернуть себе ноги, поэтому я буду делать, во-первых, только приседания, во-вторых, я буду делать приседания с выпрыгиванием в небольшой амплитуде. Просто вот, чтобы было видно, что это приседания с выпрыгиваниями, но не более того. То же самое с отжиманиями. Отжимания лучше делать, если вы хотите только на кулаках, либо от низкой перекладины, либо от чего-нибудь. То есть, чтобы вы были уверены в том, куда приземляться ваши руки и не получили никакой травмы, там, не вывихнули все запястья. В конце программы это будет особенно, особенно грустно получить подобную нерепую травму. Поэтому будьте готовы. Здесь прям народ активно ходит вообще везде. Вот этот двор. Прям, не знаю, не двор, а перекресток оживленный. Ну, то есть, это тоже, конечно, перекресток, но... Что касается количества повторений, то я буду делать 5-10-10-10. Стандарт. По идее, это будет даже легче, чем предыдущая техника, потому что легче. И меньше повторений, опять же. В общем, буду на это надеяться. Так. Ну, собственно, завтра вы увидите на тренировке. В начале тренировки я сделал эту технику. Посмотрите, как она идет у меня. Постараюсь все хорошенько показать. Очень важно, очень важно, очень хорошо разминаться. Потому что полиометрическая нагрузка, она создает вот такую ударную компрессионную нагрузку каждый раз, когда вы ударяетесь, приземляетесь. И в целом, вот, я разговаривал с Аней, нам не по душе эта техника, да? То есть, мы не любим все упражнения, где нужно прыгать, отталкиваться, где вот есть вот ударение, ударная нагрузка. Это незачем. Если без этой ударной нагрузки, то воркаут можно рассматривать, и, собственно, я написал об этом в названии видео, как своего рода такой тайчи, вот это вот искусство, вот это вот китайская, да, гимнастика утренняя, которая не делает такие плавные движения. Только еще и прокачка мышц, и выносливость, и сила, и всего этого. То есть, это тайчи 2.0 практически. Не просто там вот, там что-то такое. Прямо... Вы понимаете, о чем я, если вы дошли до этого дня и смотрите это видео. Вот. А когда вы добавляете ударную нагрузку, то она травмоопасна. И зачем? С точки зрения нагрузки на мышцы вы можете по-другому дать стресс, да? То есть, вы можете просто очень быстро делать упражнения или делать половинки, или объединять в комбинации. В общем, вариантов, вариантов очень-очень много, и мы еще затронем этот вопрос в будущих видео, в будущих инфопостах в программе. Вы все-все узнаете, не переживайте. Но, поскольку все равно такая техника существует, плеометрика, это используется, то в рамках программы мы посчитали важным познакомить вас с ней, чтобы она была в вашем инвентаре. Дальше. Хотите использовать и хотите не использовать, это зависит от вас. Но свое дело мы сделали, вам дали информацию. Все-таки у нас образовательный проект. На этом на сегодня все. Пора идти работать. Всем хороших, продуктивных тренировок. Пишите свои впечатления в комментариях к видео об этой технике. Надеюсь, вам понравилось. Пока.